Сегодня работники транспортной отрасли отмечают свой профессиональный праздник. Чувашия является крупным транспортным узлом. Через наш регион проходят железнодорожные и водные пути, автомобильные магистрали, со многими городами столицу республики связывает и авиасообщение. Олег Николаев в своей поздравительной речи особо подчеркнул, что отрасль имеет стратегическое значение для экономического развития Чувашии. Глава региона также добавил, сегодня растут пассажирские и грузовые перевозки. Модернизируются объекты транспортной инфраструктуры. В качестве примера он привел масштабную реконструкцию аэровокзала в Чебоксарах. Несмотря на то, что там вовсю кипят строительные работы, Международный аэропорт с начала года перевез почти 400 тысяч пассажиров. Еще одно достижение, которым стоит гордиться, по мнению Олега Николаева, это запуск межрегиональных маршрутов речных перевозок на Валдаях. Сегодня же в стенах купольного зала Дома правительства чествовали лучших работников отрасли. Им вручили заслуженные награды, а кому-то даже достались именные наручные часы от главы Чувашии. Особой благодарности в профессиональный праздник были удостоены мастер предприятия «Жилдора Ремтехника» плюс занимающегося ремонтом и содержанием железнодорожных путей Леонид Анциферов и машинист тепловоза Валерий Иванов. Это они прошлой зимы в Чебоксарах своими скоординированными действиями остановили отцепленный вагон с цистерной, полностью угруженный дизельным топливом. Напомню, беглянка, прежде чем ее поймали, самостоятельно проехала почти два километра, чудом не сбив на переезде автомобили. По сути, железнодорожники, направив локомотив на цистерну, уберегли станцию Чебоксары от ЧП. Сами герои оказались людьми скромными, на торжественной церемонии награждения к микрофону не подошли. Но генеральный директор предприятия не упустил возможности еще раз сказать спасибо профессионалам своего дела. И хочется сказать, что вот с такими именно людьми нас еще хотят победить. Никто никогда нас не победит. Спасибо за работу, спасибо за отношения. А самое главное, огромное спасибо за то, что вы, сидящие здесь, сегодня в этом зале, являетесь, ну, если так можно выразиться, лидерами в своей профессии. Во-первых, формируете практику. И уверен, многие из вас сопровождают. Сопровождают молодых людей, молодых специалистов, которые приходят в отрасль на конкретные предприятия для того, чтобы они становились такими же специалистами, а лучше превзошли. Потому что, мне кажется, самая лучшая благодарность для наставника именно успех своего наставляемого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!